Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня новый обзор политических событий Молдовы для сайта ava.md Мы говорили неоднократно в прошлых обзорах о том, что идет разборка между властью и оппозицией Что, в общем-то, на самом деле совершенно нормальный политический процесс Ошибка власти в этой борьбе то, что она логически объединяет всю оппозицию в единый фронт То есть, по факту, такого фронта еще нет сегодня Возможно, он создастся ближе к выборам Но власть в лице Додона и его партии социалистов делает все для того, чтобы представить всю оппозицию как единое целое Поэтому они упоминают часто вместе и Канду, Санду, Шора, Усатова, Анастасия То есть это единый фронт, который олицетворяет собой зло И здесь власть, которая олицетворяет собой заботу о народе и добро И вот между этими фронтами идет борьба Ну, по крайней мере, так представляют это все социалисты И их пропагандисты Сегодня я хочу покритиковать немножко оппозицию В прошлых выпусках я критиковал власть И я считаю, что это правильно Власть надо критиковать И сегодня я точно так же покритикую оппозицию Потому что я считаю, что это тоже очень важный момент У нас есть пример очень наглядный Вот то, что произошло год назад Когда в июне власть буквально свалилась на голову госпоже Санду Мы видели, к чему это привело То есть это было полгода какого-то совершенно хаотичного, бессмысленного правления И в итоге полный слив страны Игоря Удодону То есть вот для того, чтобы такие ситуации не повторялись Надо, чтобы мы и оппозицию тоже время от времени критиковали Здоровые критики Для того, чтобы они извлекали какие-то уроки из этой критики И как-то старались исправить Поэтому я сегодня поговорю немножко О нескольких топовых политиков Которые представляют оппозиционные силы Скажу о некоторых их плюсах и минусах И в конце общее заключение По поводу того, над чем бы неплохо поработать нашей оппозиции в целом Итак, начнем с госпожи Санду Потому что это сегодня лидер оппозиции Она главный кандидат на выборах президента И будет бороться с Игорем Удодоном По крайней мере на сегодняшний день ситуация такая Что складывается, что по опросам она против Удодона Возможно, к выборам ситуация может как-то измениться Но сегодня так Поэтому исходим из реалий сегодняшнего дня Ее колоссальный плюс То, что она не коррумпирована То есть это, наверное, один из немногих молдавских политиков Про которого нельзя сказать, что она как-то связана с коррупцией Это, повторяю, это огромный плюс Потому что в нашем пространстве это большая редкость Но ко всем ее остальным качествам есть очень много вопросов То есть ей нужно доказать, что она договороспособна Что она может быть дипломатом Что она может как-то гибко решать разные проблемы Потому что сегодня у нее такой имидж, как будто это такой робот В которого вложили программу и он прет Вот знаете, как на ютубе есть ролики, когда робот доходит до края площадки И там начинаются лестницы, и он просто катится с этой лестницы Вот госпожа Санду именно такой робот сегодня То есть то, что с ней произошло осенью Именно вот это вот, она покатилась с лестницы Потому что просто не поняла, что надо немножко перестроиться Быть более гибким, спуститься, подняться Она пока этого не понимает Вот она должна доказать, что она может быть другой Что она может действовать не так тупо, прималинейно Не так упрямо, не так вбив себе в голову Что вот я хочу только так и никак иначе Тогда, конечно, ее шансы очень существенно вырастут И симпатии со стороны населения тоже Значит, второй, кого... Почему я его упоминаю? Не столько по рейтингу, сколько как его социалисты клеят Санду, Канду, давайте про Канду поговорим Примерно месяц назад я его критиковал в социальных сетях За его излишний пацифизм Потому что он выходил на интервью Или в какие-то лайв-трансляции И говорил Да, Дон молодец, хорошо делает И господин Павел Филипп молодец, хорошо делает И те хорошие, и эти хорошие Зачем тогда вы нужны в политике, господин Канду Если все хорошие? Но, я не знаю, он услышал тогда мою критику И прочел ее, либо кто-то ему посоветовал Либо он сам догадался Но, по крайней мере, он исправился Сегодня он действительно жестко очень критикует власть Очень аргументированно Это его плюс То, что ему надо сегодня доказать На чем надо поработать Ему надо избавиться от имиджа Человек-кого-то Потому что всегда в общественном сознании Канду ассоциировался с Плохотнюком Человек-Плохотнюка И этот имидж за ним остался сегодня Плохотнюка уже нет в молдавской политике Но именно восприятие Канду как чей-то человек Оно по-прежнему остается Если он может доказать Принимать сам какие-то ответственные решения Брать на себя ответственность Может быть, где-то рисковать Делать жесткие заявления от своего личного имени То есть показать, что он отдельная Стационарная единица в молдавской политике Вот тогда, да Тогда можно сказать, что он серьезно поработал над ошибками Но пока этого на сегодняшний день нет Рената Усатый Тоже достаточно серьезный претендент На осенних выборах президента Его рейтинг сейчас на подъеме Это показывают многие закрытые опросы В том числе те, которые социалисты проводят, но не публикуют Из хороших его качеств Он умудрился себе сделать имидж Как будто вот он отдельно Вот есть все молдавские политики Они политики, они политиканы, они такие-сяки А вот есть пацан из народа Который вот он как бы Он не политик, он народный трибун Этот имидж действительно дорогого стоит Ему удалось слепить себе такой имидж И это, конечно, его плюс Из того, что ему надо доказать Ему надо доказать Справиться, перебороть Имидж болтуна Социалисты будут его мочить по двум темам Бандит-болтун Ну, бандит тут ему легче отбиться Потому что это, ну, это прямо как бы Слишком притянуто за уши Тут никаких у них нету серьезных аргументов Ну, кроме тех дел, которые там Сегодня ему лепят в Москве Вот с болтуном ему будет справиться сложней Тут ему надо будет доказать Выйти к народу Даже не выйти к народу То есть ему надо будет доказать То, что его слово и дело Это одно и то же Вот я сказал, я сделал Я пообещал, я исполнил И это должно быть не от него Что я выхожу и говорю Я всегда исполняю свои обещания Так это не работает То есть это должно быть мнение в обществе Люди между собой должны начать говорить Что да, Рената когда говорит, он делает Пока у него с этим проблемы И посмотрим, что будет дальше Илон Шор Значит, из сильных сторон этого политика Его мощная партийная сеть по Молдове У нас раньше была какая ситуация Была очень сильная сеть социалистов Она и осталась сегодня То есть они очень активно работают в регионах У них везде свои ячейки Буквально в каждом населенном пункте И была мощнейшая сеть демократов Такая же, может быть, даже сильнее, чем у социалистов То же самое В каждом населенном пункте ячейка Четкая структура Постоянные обмены информации То есть это действительно была такая машина По сбору голосов Но демократы после того, как потеряли власть Они потеряли и ресурсы Потеряли деньги В общем, сеть начала рушиться Это партийная машина И второй удар произошел Когда они раскололись на демократов И про Молдову То есть сейчас я не могу сказать Что у них по-прежнему осталась такая мощная сеть Скорее она находится в такой стадии увядания Поэтому вот ШОР как раз Он сейчас, наверное, выходит на второе место Потому что они в районах работают очень мощно Но минус этой сети Пока не про ШОРа Говорю про сеть Ее минус то, что она ориентирована на пенсионеров То есть это все-таки ограниченный ресурс Который То есть у него есть лимит Я думаю, что они его практически уже выбрали И больше, чем это, они уже взять не могут Потому что тогда надо Там надо менять специфику полностью Сегодня они сами себя ограничили И перепрыгнуть через это они пока не могут Из минусов самого ШОРа Ему нужно доказать две вещи Первое, ему надо доказать свою невиновность Потому что это нонсенс Политик, который претендует на какие-то результаты В политической жизни страны Но при этом проходит обвиняемый По одному из самых громких уголовных дел За всю новейшую историю Я не знаю, насколько это реально Возможно Я не прокурор и не берусь судить Он виновен, не виновен Но пока до этого ничего не делается Да, он может быть через своих каких-то троллей Там подконтрольные сети, сайты Он атакует Додона Но ему лично, для его имиджа Для того, чтобы очистить себя Это не дает абсолютно никакого эффекта И второе, он должен доказать Что он не боится правосудия Не боится народа Он готов приходить, отвечать Здесь он сделал некоторые попытки Он как бы предложил суду, что я готов приехать Если раз, два, три, четыре То есть, ну, пока этого очень мало То есть, пока очень рано говорить о том Что он понимает все свои проблемные места И что он реально по ним работает Это как бы, вот я сейчас сделал краткий обзор По нескольким ключевым политикам Но, в целом, проблема в том, что Вот то, с чего я начал То, что наши политики не готовят себя к власти Вот любого из тех, кого я перечислил Представьте себе Завтра на него упадет власть Вот он получил власть Что делать? Кто команда этих людей? То есть, кто займет посты Министров, прокурора, начальника СИБА Всех структур Кто у вас есть люди? Покажите их Кто ваш теневой кабинет, который завтра будет отвечать за жизнь страны? Ваша программа И не вот эти вот программы, знаете, которые пишут наши все партии экономические Мы повысим макропоказатели Перельем, зальем, направим, сделаем Намолотим за крома Это все бред, который пишется к выборам И на самом деле он никому не интересен И не знаю вообще, если кто-то когда-то читает Программа должна быть реальной Вот есть проблема А Мы предлагаем для ее решения сделать то-то и то-то Вот есть проблема такая Конкретная проблема Связанная с какой-то ситуацией в жизни страны И у нас есть вот такое решение Вот это и есть какая-то живая программа И из всего, что я сказал Такой вывод у меня на самом деле печальный Потому что получается, что у нас сегодня власть Мягко говоря, некомпетентная И есть большой шанс, что те, кто придет на смену Кто бы это ни был Они тоже будут с серьезными проблемами в области компетенции В области возможности управлять государством Единственное, легкий оптимизм есть Потому что до выборов президентских есть еще полгода Это очень мало, но можно очень интенсивно поработать И добиться хороших результатов До выборов парламент три года Реальный шанс исправить все свои пробелы И действительно, к тому моменту, чтобы мы могли сказать Нет, вот эти люди как раз достойны того, чтобы править нашей страной Сделают они эти выводы или нет Но это уже как у них получится Все, вам доброго, до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!